Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю вкусное, нежное, шикарное блюдо. Это десерт. Он называется очень просто воздушный кекс. Кажется, что это просто взят рецепт из какого-то ежедневника, молодой девушки или советской домохозяйки. И это что-то простое. Возьмите чего-то и получите непонятно что. Но на самом деле это благородный, очень вкусный и нежный десерт, который приготовил австрийский кондитер Карл Шумахер. Я этот десерт готовлю очень часто. Мне он очень нравится. Для этого десерта мне нужно. Сухари. Вот такие прекрасные сухари. Сливочное масло. Сахар. Грецкие орехи. Можно брать любые орехи. Грецкие, фундук, миндаль. Я беру грецкие. Конечно, с миндалем было бы шедеврально. Белки. Шоколад. А также цедра лимона. Если бы у меня был настоящий ванильный экстракт, конечно, я бы добавил и его. Но добавлять искусственный ванилин я почему-то уже не хочу. Раньше я его добавлял, но сейчас мне кажется, что это слишком пластмассовый вкус, поэтому я от него отказываюсь. Я все время готовил этот замечательный воздушный кекс с обычными белыми сухарями. Потому что в оригинальном рецепте не сказано, какие нужны сухари. Но в последний раз мне попался на глаза один очень простой рецепт бисквита. Обычно я готовлю бисквит горячим способом. Как это сделать? Вот здесь ссылочка. Он всегда получается идеально. Он всегда прекрасный, воздушный, высокий и нежный. Но этот рецепт меня подкупил тот, который я приготовил своей простотой. И я решил сделать бисквит по этому способу. Как оказалось, все простое, не всегда все самое лучшее. Бисквит получился достаточно высоким, но потом он стал плотным, и мне он абсолютно не понравился. Поэтому я его порезал на маленькие кусочки, подсушил, и теперь вот так легко, руками я превращаю бисквитные сухарики в крупную и мелкую крошку. Здесь не важно добиться какой-то однородной текстуры сухариков. Конечно, вот такие сухарики будут достаточно крупные, поэтому мы их можем вот так легонечко растереть, для того, чтобы фракция была 2-3 миллиметра, не больше. Поэтому, благодаря тому, что мы используем именно бисквитную крошку, наш воздушный кекс получит очень интересный оттенок вкуса. Он будет утонченный и очень вкусный. Пока я буду приготовляться, я растапливаю сливочное масло вместе со шоколадом на водяной бане или в микроволновке. В это время белки взбиваются до устойчивых пиков. Сначала отдельные белки, потом сахар. Вы это умеете делать, поэтому я на этом внимании не буду заострять. Белки взбились в прекрасную пену. Обычно действует правило, на один белок нужно 5 минут взбивания. Я взбивал на повышенной скорости, поэтому время примерно 20 минут они взбивались. Здесь ориентировочно 7 белков. Из-за того, что здесь меньше сахара, поэтому они достаточно легкие, но прекрасно взбили. Орехи я растолок в столбке. Для того, чтобы орехи не выпускали эфирные масла, я сюда добавил немного сухариков. Теперь я смешиваю орехи с сухариками. Сухарики бисквитные. Вот так, прекрасно. Цедра одного лимона уходит в смесь сливочного масла и черного шоколада. Перемешиваем. Форма. Я смазываю форму сливочным маслом и посыпаю сухариками. Но форму я выкладываю пергаментной бумагой, поэтому я ее не смазываю. Вот так аккуратно постукиваем и сухарики равномерно распределяются по всей плоскости формы. Теперь аккуратными складывающими движениями добавляем по частям взбитый белок и перемешиваем с масленно-шоколадной смесью. Аккуратно перемешали и добавляем частями вот так быстро тоже смесь с сухариков с орехами. И уже очень нежно перемешиваем, чтобы сохранить как можно больше воздуха в белках. Аккуратно выливаем тесто в форму. Духовка мне разогрета до 160 градусов. Разравниваем. И аккуратно ставим в духовку. Воздушный кекс уже готов. У меня приготовили прекрасный, настоящий китайский зеленый чай. Он очень ароматный. Это настоящий, обалденный китайский чай. Мне привезли друзья из Китая. Вкусно, терпкий. Прекрасно. Рецепторы теперь готовы воспринимать замечательный воздушный кекс. Он весь такой рыхлый. Видите? Сейчас, конечно, будут кусочки падать, но это не страшно, потому что это у нас дегустация. Вот. Он очень нежный. Аромат. Аромат шоколада? Шоколад и такая какая-то аромат влажности, тягучести, такой какого-то вкусного, сладкого десерта. Как будто бы шоколадный фондан. Очень отдаленно слышатся нотки олехов. И что-то такое возбуждающее. Хотя здесь, заметьте, здесь отсутствует полностью искусственный ванилин. Лимонная цедра, ее не слышно, но, скорее всего, эта нотка лимонной цедры, она как-то трансформировалась и вот дает это такое легкое возбуждение. Как приятно. Смотрите, что я вам покажу. Он настолько нежный, то есть он не затянутый. Он не такой мокрый, который просто ты его жуешь и он прилипает к зубам. Он очень-очень вот такой легкий, воздушный, в то же время сухой. Это смесь бисквитного сухарика и орехов. Все закреплено орехами, а текстура добавляется взбитым белком. Аромат вообще сводит с ума. Очень сухой. Жир абсолютно отсутствует на пальчиках, видите? Я очень тороплюсь, чтобы дегустация прошла красиво и быстро, чтобы вы не глотали слюнки, но на самом деле это воздушный кекс, его нужно кушать медленно, расслабленно, наслаждаться каждым кусочком, потому что это настолько восхитительное, нежное блюдо. Попробуйте, и вы поймете, о чем я вам говорю. Теперь самое важное. Друзья, этот воздушный кекс я всегда готовлю. Это прекрасный способ использовать белки, когда они у вас остаются в большом количестве. Не просто куда-нибудь, например, использовать их в песочное тесто или сделать печенье курабье, а это именно шедевр. Такой воздушный кекс можно предложить гостям на какое-то торжество. Очень легко готовится, очень простой и очень дешевый. Теперь смотрите, если вам понравилось это видео, пожалуйста, пишите в комментариях, что вы думаете, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ссылочка вот здесь внизу, вот здесь внизу колокольчик, нажимайте на колокольчик, и вы всегда будете в курсе всех моих новых видео. И помните, друзья, кухня – это самое спокойное место. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!